На прошлой неделе в Беларуси в тестовом режиме заработала телефонная линия для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей. Какую помощь можно получить, позвонив по номеру 201, мы узнаем у наших гостей. Это начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста Виталий Тарашкевич, эксперт по психосоциальной поддержке Ирина Мялек и учредитель благотворительной медиаплатформы «Имена» Екатерина Синюк. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, линия работает всего лишь несколько дней, да? Какие-то итоги можно уже подвести? Сколько людей обратились? Безусловно, итоги можно подвести. Линия работает с 30 марта. Всю неделю мы работали в тестовом режиме. За это время было получено порядка 200 звонков. То есть люди интересуются, люди спрашивают, получают информацию, получают какие-то контакты, куда можно обратиться дальше, где можно получить какую-то поддержку. Ну, а звонят преимущественно пожилые люди или все-таки разные? Мы принимаем все звонки, но в основном звонят, конечно, пожилые. А с какими вопросами чаще всего обращаются? Все-таки чаще всего вопрос возникает, как можно получить доставку еды, продуктов, медикаментов, рецептов. Ирина, как вот много специалистов готовы одновременно оказывать эту самую помощь психологическую, вот каким образом выстроена подготовка людей к этому? Ну, на сегодняшний день нам очень приятно, что в первую очередь откликнулись волонтеры отряда быстрого реагирования. Это специалисты, которые обучены психосоциальной поддержке. И они оказывают профессиональную помощь, они информируют, они рассказывают, куда перенаправлять. И также и в случае необходимости первую психологическую помощь. То есть они бодрят? Конечно, они бодрят. И нам приятно, что откликается население, молодые люди, которые готовы тоже научиться и прийти поработать операторами-волонтерами на этой линии. То есть служба оказывает не только психологическую помощь, но еще и информационную, да? Где-то какие-то адреса? Адреса, да. Где получить помощь, контактные телефоны. Ну и в то же время, конечно, мы занимаемся профилактикой, рассказываем, как находиться дома во время изоляции, зачем себя занять, ну и просто помогаем человеку справиться с какими-то трудностями. Это важно, конечно. Катерина, вот именно ваша платформа оказала поддержку по сбору средств, да, на реализацию этого самого проекта. Вот как это все быстро удалось организовать? Как откликнулись? Какие способности понадобились и вам в том числе? Покажите ручки в перчаточках. Вот как должно быть. Маску пришлось с нами, да, чтобы общаться. Ну, я сначала скажу про то, что откуда идея пришла, да? Она пришла к нам из коллег из благотворительных фондов России. Там чуть-чуть другая идея, там у всех... А это ваша идея, получается? Да, да, да. Там все дома престарелых, как бы они закрылись. И волонтеры организовали быстро разные компьютеры там, с той стороны, а с другой стороны могли звонить. Люди обычно общаться по видео с вот этими бабушками и дедушками. И вот как раз пришла идея сделать такое в Беларуси. И у меня просто бабушка, например, живет в Бресте одна, вторая в Брестской области. И я поняла, что можно попробовать сделать более широкий проект. И предложила Красному Кресту не только там заниматься домами престарелых, хотя этот проект тоже нужно делать, но и сделать линию для всех бабушек и дедушек. И одиноких в том числе, конечно. Видите, вы адаптировали Беларусь, и как это здорово. Вот смотрите, время работы доброго телефона по будням с 9 до 18.00. Важный вопрос. Бесплатные ли звонки? Значит, звонки по линии 201 уже подтверждены со стороны компании А1 и со стороны Лайф. Они бесплатны. Прекрасно. Это прекрасно, да. Чтобы еще было удобно, мы с Белтелеком включили такой номер 122, который работает со стационарной сети связи. С любого домашнего телефона можно позвонить тоже бесплатно. Ну и компания МТС обещала присоединиться. Значит, 201 – это один номер, уважаемые зрители, и 122. Ну, поймите тоже, мне кажется, поддержите специалистов в том смысле, что если вам просто грустно, звонить не надо. А вот если вам тяжело, то это не познакомиться. А кто люди, которые на том конце провода, кто поднимает трубку, отвечает на звонки? В смысле на том конце? Специалисты. Специалисты, да, кто? Это волонтеры. Волонтеры. Откуда они? Нет, это не психологи, это волонтеры отряда быстрого реагирования. Но они все равно, навык у них есть. Конечно, у них навыки есть, они обучены. Плюс это просто молодежь, студенческая молодежь. Вот, молодцы. Да, очень приятно, что они откликаются. Ну, и мы, в свою очередь, обучаем их, как правильно оказывают их психологическую помощь. Это красивая история. Спасибо большое, Катя. Огромное спасибо, что вы, вот, ведь, говорят, все в мире уже придумано. Вы увидели где-то там, адаптировали сюда, вы поддержали. Большое спасибо вам. И Красный Крест, и Катерина. Мы закрыли сбор средств, кстати, на запуск линии, да, мы собирали именно деньги на работу координатора супервайзера и на тренинги для волонтеров. Запустили сбор средств. И все состоялось. Прекрасно. У нас в гостях были начальники отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску белорусского общества Красного Креста Виталий Тарашкевич, эксперт по психосоциальной поддержке Ирина Мялек и учредитель благотворительной платформы «Имена» Екатерина Синюк. Спасибо большое и вам, и тем прекрасным людям нашим, которые сразу откликаются на такую помощь и всем миром, как говорится, толокой, все у нас получится.